Добрый день! 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 Это мужчина или женщина, имеющий возраст 50+, имеют средний достаток, и в среднем перед экраном телевизора они проводят 190 минут в день. А вот портрет типичного российского пользователя Ютуба — это мужчина или женщина в возрасте от 16 до 45 лет, имеющий средний либо высокий достаток, и в среднем за просмотром роликов они проводят 75 минут в день. По данным на 2012 год, общемировая тенденция была таковой, что телевидение все-таки занимало еще главенствующую позицию, и просмотры его увеличивались. В среднем в странных лидерах, это США и Япония, телевидение тогда смотрели 4,5 и 5 часов в день соответственно. В Норвегии, Швеции, Индии и некоторых других странах телепотребление составляло менее 2 часов в день. А вот что мы имеем на 2017 год? На данный момент наблюдается общемировая тенденция перехода потенциальных телезрителей к более удобным видеохостингам. Так, средний такой американец, он проводит перед телеэкраном 2,5 часа в день, в то время как на социальные медиа он тратит около 5 часов. Ну, здесь следует сразу оговориться, что относится к социальным медиа. Это в первую очередь социальные сети, месседжеры и площадка Ютуб, которая все-таки не является ни социальной сетью, ни видеохостингом, а построена на таком своеобразном их симбиозе. Схожая картина наблюдается в российском сегменте. За последние два года количество людей, которые предпочитают Ютуб-телевизору, увеличилось на 35%. Опять-таки, сделаю оговорку, это относится к аудиторию Ютуба, о которой я уже говорил, в возрасте от 16 до 45 лет. Едем дальше. По данным на сентябрь 2017 года, Ютуб в России занимает первое место среди игроков Digital Online Video. Дело в том, что ближайший его преследователь, который имеет телевизионные корни, это ТНТ-онлайн. Его доля, если не ошибаюсь, скажите мне, на каком он месте, на 13-м. Ютуб на первом. То есть едем дальше. По употреблению контента, как видим, молодежная аудитория телеканалов, она предпочитает развлекательный контент и сериалы. Ну, здесь мы говорим об возрастной группе 18-24 и 25-34 соответственно. На самом деле здесь можно было бы сказать, что телевидению очень плохо. Вспомнить Юрия Дудя, как он на недавнем своем медиафоруме в Нижнекамске говорил пять постулатов, почему телевидению плохо. Но нет. Вот статистика, которая появилась буквально вчера по данным Медиаскопа, то, что телевизионная реклама в стране у нас покупается очень активно. И на данный момент вернулась к докризисной планке. А это еще не конец года, прошу заметить. То есть вполне возможно, что этот год станет топовым для телевизионной рекламы в принципе. Если позволите, приведу даже парочку цитат, связанных с телевидением. Недавнее интервью вдовы Сергея Бодрова, где она рассуждала о телевидении. Итак, Светлана Бодрова. То телевидение, она говорит про телевидение в 90-х, то телевидение для меня просто любовь. Такой атмосферы и свободы, как тогда, не было никогда. И возможности состояться такой больше никогда не было. Представьте, мы своими руками имели возможность создавать новое телевидение, потому что старое на наших глазах разваливалось. А вот такой небольшой прогноз на развитие телевидения дал в своем недавнем интервью основатель и главный редактор «Медузы». Итак, Илья Красильщик. Для нас в России сейчас очень важно то, что происходит с YouTube. Взлет Юры Дудя — это самый феноменальный и скоростной взлет. Это говорит о том, что Юра молодец, а также о том, что он попал на определенную платформу. Когда мы делали журнал, у меня было определенное ощущение, сейчас извиняюсь, это все-таки вот цитата, у меня было определенное ощущение, что мы с сыном против ветра. Не буду продолжать эту аналогию, но если ты будешь супергероем, ты будешь стоять на месте, а если ты расслабишься, тебя сразу унесет назад. Вот Юра попал на платформу, которая дала ему невероятный путь. Это значит, что там есть жизнь, что это новый телевизор. Для меня очевидно, что телевидение в классическом видео — это последняя медиа, где возможна госмонополия на информацию, и через 5-10 лет этого телевидения не будет. Оно останется, но совсем не в таком виде. Взлет Дудя больше, чем любой телевизионный взлет на нашей памяти. Собственно говоря, господа, спасибо всем за внимание, а я передаю слово, видимо, нашим спикерам. Спасибо, спасибо. Насчет госмонополии на информацию, конечно, спорный тезис, потому что если мы исходим с того, что у нас один телеканал, то, наверное. Как видите, можно в любую сторону повести сейчас дискуссию. Ну, давайте, используя в том числе ту информацию, которая была представлена, начнем с первого вводного тезиса — кризис телевидения. Так есть он или нет, с вашей точки зрения? Если есть, то в чем проявляется? Если нет, то почему его нет? И вот то хорошее телевидение, которое мы любя создавали в 90-е годы, ему все-таки 20 лет, действительно ли оно подходит к своему закату, и тогда чего приходит на смену? Такой вот общий, очень общий вопрос. А вот что вы считаете существенным, отвечая на него, мы, собственно, и надеемся услышать. Давайте тогда также по порядку начнем. Антон, с вас. Существенным, на мой взгляд, стала цитата Светланы Бодровой, которая сказала, что действительно, на мой взгляд, это ключевой момент. Мы строили новое телевидение, потому что старое разваливалось. И возможно, что вот за тем ощущаемым развалом нынешнего телевидения, я это немножко говорю утрированно, но фактически все мы понимаем, я думаю, что здесь телезрителей осталось не так уж и много. Все мы следим за тем, что происходит в этой маленькой черненькой коробочке, а то, что происходит в телевизоре, в принципе, нам уже становится менее и менее интересно. Естественно, у нас есть любимые какие-то передачи. Я вот, например, всегда смотрю «Формулу-1», и я понимаю, что я в ближайшие там несколько лет «Формулу-1» как фанат буду смотреть не на ютубе, не в социальных медиа, а именно по телевизору, если, конечно, будут показывать. Так вот, действительно, возможно, за тем кризисом телевидения, который сейчас есть, оно, на мой взгляд, действительно ощущается, он ощущается, кризис. Мы можем ждать появления какого-то нового телевидения. И сейчас телевидение, я говорю сейчас не о российском телевидении, не о республиканских каналах, а вообще о глобальном каком-то таком феномене телевидения, оно очевидно и ощущаемо меняется. Наверняка все видели, что оно становится по возможности более интерактивным. По крайней мере, я на своем кабельном телевидении могу перематывать, могу ставить на запись, могу выбирать, могу записывать одновременно несколько каналов, и такие возможности мне доступны. В целом, я думаю, что это будет взаимное стремление, и телеканалы будут уходить и уже уходят туда, где их любят. При этом это не всегда дублирование контента, это часто тот контент, который привязан к той или иной площадке. В YouTube это один контент, в Twitter это другой контент и так далее. Это касается вообще всех СМИ, не только телевизионных. И в то же время само телевидение будет пытаться вытаскивать какие-то фишки, ради которых уходят от них телезрители в другие медиа, и применять их у себя по возможности. Потому что, наверное, было бы наивным считать, что телевизор — это вот такая некая коробка, которую мы видели 10 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад. И единственное изменение — это изменение картинки, она из черно-белой стала цветной. Нет, я думаю, что некая интерактивность добавится, и мы это в ближайшее время увидим. Иначе действительно те тенденции, которые сейчас мы видим с телеком, они могут очень серьезно подорвать саму суть телевидения. Оно действительно было раздутым. Действительно, вот такое главенствующее медиа занимало большее положение, чем того заслуживало. И теперь, когда происходит такая некая реконкиста, отвоевывание земли под солнцем другими медиа, оно несколько ужмется и займет то положение, которое должно заниматься. По крайней мере, мой прогноз такой. Я понимаю, что прогнозы всегда неблагодарная вещь, но я думаю, что телевидение поет именно по такому пути, и остальные медиа тоже. Спасибо, аплодисменты. Пожалуйста. В общем, я сейчас слушал, и Сашу слушал, Антона слушал. Я понял, что мы немножко проблематизацию неверно поставили, потому что есть кризис телевидения, да, но кризис именно информационного телевидения, новостного, журналистского, как мы его можем назвать. А в этом плане оно не конкурирует с Ютубом. Главный конкурент телевидения новостного — это просто интернет вообще в целом, то есть как канал коммуникации. И поэтому мы немножко можем сейчас заблудиться, мне кажется. А с точки зрения Ютуба, это же, ну, развлекательный канал коммуникации, поэтому тут у непосредственно телевидения намного больше возможностей, чтобы удерживать свою аудиторию. Возьмем сериалы, например. Да, есть платформы типа Netflix, все, наверное, знают, которые полностью ушли в интернет, и там спокойно себе живут, зарабатывают достаточно много денег, даже очень много денег. Но, тем не менее, допустим, есть первый канал, который делает годные сериалы, которые, в принципе, вообще заходят на все возрастные категории, и на вас тоже, я не знаю, может быть, след там, или еще кто-то смотрит, и которые мы готовы смотреть, и ради которых мы готовы включать телевизор. Это ли не победа в условиях кризиса, как мы думаем? Вот, поэтому, Леонид Григорьевич, я думаю, нам немножко... И, кстати, вот у нас Дамир как раз представитель не новостного телевидения. Здесь как раз будет тему развлекательного контента, и он спокойно вам может сказать, что у него никакого кризиса нет. По поводу развлекательности. А вот я как раз и не понял, кризиса нет. Давайте тогда мы сейчас сразу вас услышим, потому что я-то как раз услышал, что именно развлекательный контент сегодня YouTube, да, и забирает себе в первую очередь, и следует, создает проблемы с действующим телеканалом классическим. Или нет? Вот давайте вашу еще позицию. В принципе... Будем разбираться. В принципе, интернет и телевидение – это одно и то же. Это доставка из контента до зрителя. Только если телевидение – это активный, можно сказать, а интернет – это пассивный. То есть в интернете ты сам выбираешь, а в телевидении то, что тебе решили, и то предложили. То есть по соревновательности контента YouTube и телевидения, конечно, все зависит от качества производства. Если контент интересный, его смотрят. Если неинтересный, его не смотрят. В принципе, когда говоришь, что кризис телевидения, такого, по-моему, нету. Даже и в новостном тоже. То есть если же... Для государства, да, действительно, телевидение – это нужно для того, чтобы довести до каждого, до общего какую-то информацию. В интернете же ты сам себе выбираешь, какую тебе информацию почитать. Почему? Ну, ты отгадал, что вот на телевидении смотрят больше, интернет смотрят. Интернет смотрят больше, телевидение меньше. И по возрастной. Потому что то возрастное поколение, которое смотрит телевизор, то время не было интернета. Многие даже не могут сейчас пользоваться еще компьютерами. Возьмите там с 50 лет, да, они просто... Поэтому и для них интернета как бы не существует. А молодежь, говоря, что не смотрит телевизор, это просто пока время. То есть пока... Придет время. Пока возник родились дети, да? Может быть, да. То есть часто бывает, например, вот наш телеканал, как Майдан, да, он... И вот сейчас сравнивают с радио. На кухне включили, забыли, он идет, музыка играет. То же самое, как бы на Ютубе. Многих на Ютубе сейчас раздражает что? Очень много рекламы. Это раз. Во-вторых, сейчас уже люди любят смотреть, какой телевизор большой, чтобы была красивая картинка. На Ютубе на картинке смотришь, на компьютере, ну, что-то так, это уже даже не хватает. Тебе хочется сесть перед диваном и посмотреть на большом телевизоре. То есть зависит только от потребителя. Кому-то нравится интернет смотреть, кому-то нравится телевизор смотреть. Так что здесь в этом как бы нету. В нашем телеканале, например, есть у нас Ютуб-канал, в котором по 1 200 000 просмотров в месяц. То есть у нас очень большой просмотров. То есть много просмотров. Но это реально, учитывая, что чисто татарская аудитория, а сколько у нас всего татар, все, наверное, помнят. Это очень большое достижение. Благодаря Ютубу нас смотрят не только так, в Татарстане, а смотрят весь мир. Говорит, Татарстане, Гуртатан. Благодаря Ютубу, конечно, да. Благодаря телевидению, то ты не можешь охватить весь мир. А Ютубу ты, конечно, можешь охватить весь мир. Но если мы были бы в Америке, так сказать, да, с Ютуба, ухаживая, вырабатывая хорошие деньги. Адат у нас с тысячи просмотров 1 рубль, что ли, так это. То есть очень мало. То есть с миллиона просмотров мы около 10 тысяч так зарабатываем. Так, спасибо, аплодисменты. Если вопросы возникают по ходу, вы не стесняйтесь, давайте чуть-чуть напрягаться и пытаться разбираться. Вот о структуре того, что смотрят. Это было представлено в слайдах. Там видно, что вообще львиная доля того, что сегодня на, ну будем называть его классической телевидении, это развлекательный контент. Одинникового отношения к журналистике вообще, к чистой журналистике, как мы ее понимали, как мы ее учили, не имеет. И борьба, сегодня видимые разговоры, и вот я услышал, Роман про это и говорил, идет, в общем-то, за вот это смотрение, за смотрение журналистского продукта. Значит, молодежь, молодежь, судя по графикам, почти не смотрит на телевидение журналистские продукты. Означает ли это, что она вообще его не смотрит, она вообще этим не интересуется, и вы реально ничего не знаете из того, что происходит в жизни, в мире, в окружающей среде, пространстве, или смотрит на других каналах, почему просто технологично, удобно, или там появляются некие другие альтернативные журналистки, но альтернативный продукт. Ну тогда вопрос, почему эти альтернативы не захватывают классическое телевидение, не переманивают к себе. вопрос, наверное, общий ко всем. Ну, начнем с того, кто этот вопрос обозначил. Давайте и рука у вас. Ну, тут вопрос же в том, вот мы с Сашей до начала разговаривали, кто-нибудь из вас знает на ютубе, не в интернете, а на ютубе, хоть одного нормального журналиста, про Дудя сразу забыли, который новости выдает, и которую вы смотрели, чтобы повестку дня для себя определить? Кто-нибудь смотрит на ютубе новости? Новости. Вообще, ютуб смотрите? Нет, ну и тут все смотрят, так ведь? Да, да. Кто-нибудь, кроме спорта и Дудя, и Дружко с Соколовым, которые новости только непосредственно самого ютуба и определяют, да? Повестку дня непосредственно в мире, в стране, в Татарстане, кто-нибудь получает от ютуба? Ну, нет ведь? А я задам встречный вопрос. Какой самый популярный ролик, созданный в этом году на российском сегменте ютуба? Шнур какой-нибудь. Он вам не Димон, конечно же. На тему развлекательности. Так что тут очень все двояко, и поэтому... Стоп, стоп, стоп. Ну вот, Антон, смотри, кроме Навального, который, да... Вот опять раз, кроме этого, кроме... Ну смотри, нет, 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 я прошло и говорю. Пример в точку, в том смысле, это вообще журналисты. Да, ну это как бы журналистское расследование. Некий запрос на это есть. Другой вопрос, что, возможно, ютуб не самая удобная площадка для мгновенного потребления новостей. Тут речь идет о том, что мне новость нужно понять быстро, желательно мгновенно, и не ждать 40 минут, пока дойдет до обсуждения повестки дня, которая там произошла, в интересующей меня сфере. Антон, смотри. А почему бы не сделать, ну условно, каждое утро, допустим, ребята собираются и выдают спис... Вернее, ролик там с новостями, как дуть расписывают. На таком хромонитраже говорим про это, на таком про это, на таком про это. Это просто же. Почему это никто не делает? Вот почему вы это не делаете? Скажите, пожалуйста. Вы же можете, ну кто вам мешает новости делать на YouTube? Ну можно предположить, что все-таки YouTube и вообще такого рода платформа, они созданы для многократного пересмотра, для обращения к этому в свободное время, когда ты смог так или иначе открыть эту платформу. А новости, они все-таки имеют тенденцию устаревать. И поэтому, если я делаю новости на YouTube здесь и сейчас, я должен рассчитывать на зрителя именно здесь и сейчас. Через полдня это будет неинтересно. Совершенно верно. Социальное время очень сильно ускорилось и новости мы видим в неком развитии всегда. А производство видеоконтента, оно всегда несколько запаздывает. И если это будет просто говорящая голова, зачем я должен слушать говорящую голову, я просто прочитаю и увижу иллюстрации. Там, где это есть, гораздо удобнее смотреть это в интернет-ресурсах. Потому что интернет-ресурсы охватывают весь возможный спектр мультимедиа. Там может быть и звук, там может быть и текст, там может быть и видео. И фото, и какие-то даже виджеты, которые нам помогут понять ситуацию, там инфографика и так далее. Поэтому действительно, наверное, YouTube, если мы говорим именно об этом, он заточен под какие-то такие вот, под какой-то контент более долгосрочный. Новости же, они всегда здесь, сейчас. И если я буду сейчас иллюстрировать, делать материал про, например, новость, ну сегодня, сегодня новость, там одна из важнейших, то, что случился очередной пожар на пороховом заводе. Но я сделаю ее выдам, я очевидно проиграю всем остальным, потому что до этого все уже, даже те, у кого, если вдруг у меня будет видео, они просто выложат это на свои интернет-ресурсы, и это будет не очень востребовано. А такие продукты, как какие-то телесериалы, какие-то там художественные фильмы, там расследования, они, конечно же, имеют гораздо больший потенциал на ютубе. Тут особенность самой площадки. А аналитическая журналистика? Аналитическая журналистика, да, да, конечно же. Вот я говорю расследование и какие-то более такие долгоиграющие истории. Вообще телевидение является, оно как бы рекламой. Это уже ютуба. Например, даже вот этого блогера, который, да, вы сейчас говорите, да? Если бы я не смотрел программу «Ургант», я бы не знал, что там он там сказал, что там сидит в страны, чтобы вы там показывали, а потом еще увидел ролик, когда он там вот с этим, со шнуром там, про зубы там что-то не убрал это. Вот все. То есть получается, я увидел его в телевидении, набрал в интернете, нашел уже, что это за человек. Вот так же и про новости. Там вот вы видели, ага, загорелся там что-то там, пожар, пожар там там, на пороховом. Все уже. Увидел, потом пришел до 1000 дней на работу, в синишной работе, ага, зашел, думаю, что такое черепожарство было. Зашел в компьютер, ага, нашел видео там уже, нашел. Вот получается, они меж собой как бы все равно друг друга дополняют. Это вопрос, во что включен? Кто смотрит, кто получает, у кого первичный канал получения информации телевизор, он узнает об «Урганте» из телевизора, у кого первичный канал твиттера, он узнает об «Урганте» из твиттера. Тут, в общем-то… А это каждый человек, в принципе, и есть. Вопрос именно личной пристрастии и привычек. Кто-то смотрит телевизор, кто-то смотрит… Это у меня сейчас в интернете. То есть, они каждый себе выбирать. И даже в интернете. Кто-то смотрит там YouTube, читает там какие-то газеты, там Binz Online, там «Реальное время», кто-то на Mail.ru, кто-то на Яндексе, там все эти новости смотрят. Кто-то смотрит телевизор, смотрит там первый канал, там ТНТ, там кто-то «Дом-2» смотрит. То есть, у каждого свое. То есть, поэтому, даже поднимите руки, кто вообще смотрит «Дом-телевизор». «Формула-1» на раз в две недели. Я… Да. Так, вот это точно вот сейчас аудитория поняла. То есть, ТНТ-то тоже не смотрите, я так правильно понимаю? Но самое интересное, еще и другое. Потому что обычно ТНТ у нас бывает всплеск рук. Нет, даже это… Многие живут в общежитии, у них нет телевизоров. На журфаке же основном, вы, вы, давайте так вот, кто смотрит телевизор, когда у него есть на это возможность. Когда у него есть телевизор. Да, когда есть телевизор рядом. Вот. Сразу классно. А то как-то я уж спугался совсем прямо. Пойдем смотреть телевизор. У меня есть телевизор. Ну, классно. Вы знаете, я сейчас что подумал, вот эта мысль, как с Антоном, Антоном мысли продолжить. Тут же еще вопрос. Да, YouTube, он не средство для новостного контента, в принципе, ну, аналитически исключаем, еще и потому, что, чтобы получать новость, развивать новость, качественно ее подавать, нужно очень много средств, денег я имею ввиду. То есть, и только телеканалы с их объемами имеют возможность действительно вот так делать. Другой вопрос, как они это делают, с каким угломом? Ты имеешься именно видеопроизводство? Я в видеопроизводстве имею. Но мы же сейчас про видео говорим. Посмотрите. Вот. Сейчас, секунду. И вот только у телеканалов с их огромными бюджетами есть возможность действительно новость ввести, постоянно посылать туда съемочную группу, постоянно отслеживать, ездить в разные концы страны, чтобы брать какие-то там на экспертные мнения. Так ведь? Звонить куда-то там в Америку или еще что-то. Посылать свои корпункты по всему миру. Только у крупных телеканалов есть такая возможность. И в этом никакой YouTube с ними не сможет конкурировать. И тут вопрос лишь в том, что как бы позиция вот наших сейчас телеканалов, она просто, ну, определенную часть аудитории от себя отправляет в интернет, смотреть новости там. Ну, не на YouTube, опять-таки, а смотреть на разных ресурсах. У каждого свой индивидуальный набор. У кого один, два, три, четыре, пять. Я имею в виду политическая позиция. Да, мы только сейчас, ну, новости у нас так или иначе политизированы сейчас в стране. Вообще, сказать, что новости, именно что, благодаря этим новости, они все равно почитали, появляются где-то на телевидении, потом появляются в интернете. Возьмите, если в основном процентов 80, 80, появляются начально на телевидении. Ну, конечно. Или не обязательно на телевидении, или же какой-то государственный, какой-нибудь там информ, туда-сюда. Потом уже, даже когда даешь какую-то новость, потом смотришь, эта же новость появляется на всех других площадках информационных. Еще мало того, что журналисты просто берут и копируют, вставляют даже за грамматическим ошибкам, которые там есть. У нас сейчас есть такие площадки, как, например, Telegram, где даже новость, которая еще будет новостью через два дня появляется. Мы даже придумали хэштег в Telegram'е новость для СМИ, короче. То есть мы уже специально сделали, чтобы тот такой-то испорный. Да, нет, нет, но в Telegram'е она появилась, но для, не для всех же, она появилась, для тех, которые сейчас они есть в Telegram'е. А уже телевидение дает уже для СМИ, так сказать. Кстати, тут же вот получается, что Дарь, ну мы просто представители разных целевых аудиторий, вот и все. И это прекрасно, но, конечно, на тему того, что новость сначала появляется в телевизоре, я вам расскажу один небольшой сюжет из своей жизни. Больше 10 лет я проработал постоянно на одном из республиканских телеканалов, и, в принципе, сейчас до сих пор продолжаю работать на телевидении немножко опосредованно, у меня есть небольшой авторский проект в виде хобби, но сейчас не об этом. И это было такое одно из самых передовых телевидений в республике, это был телеканал эфир, и у нас стояла ПТС-ка, ну все, наверное, журналисты знают, что это передвижная телевизионная станция. Вот до 10 лет, что я там проработал, эта ПТС-ка использовалась два раза. Оба раза в прямой эфир с нее выходил я. Первый раз это был праздник на тысячелетие Казани в 2005 году, второй раз тоже какие-то свистопляски вот из этой серии. Сейчас, для того, чтобы мне выйти в прямой эфир, я могу это сделать прямо сейчас, прямо отсюда. Мне нужна, опять-таки, вот эта маленькая черная коробочка. И я отсюда могу выйти в любую точку земного шара благодаря тому самому видеохостингу Ютуба. я помню, мой друг из Санкт-Петербурга рассказывал, что он выходил в эфир Sky News благодаря Скайпу с телефона, когда у них упал самолет, разбился. Я говорю, ну неудобно же с телефона, без штатива же неудобно, вот все-таки там рука трясется. И он мне показал, замечательный лайфхак, просто нужно прислонить к стене, вот так, говорит, просто прислоняешь его, встаешь и все, и все отлично. И это вроде так просто и так гениально. И еще один сюжет, раз вы мне дали слово. Я знаю, что если я оказываюсь на месте какого-то там происшествия, события, я мгновенно отправляю в редакцию фото, видео, текст, смотря то, чем я обладаю. Я знаю, что через несколько минут эта новость выходит у меня на Казанском репортере. И я вижу ребят, своих бывших коллег из программы Перехват, которые сейчас отснимутся, сейчас они погрузятся в машину, доедут до редакции, из редакции скинут это на какой-то там профайл, напишут текст, смонтируются, и потом у них этот сюжет просто снимутся эфиром, потому что они сняли что-то не то. И это вот, к сожалению, те реалии, в которых нам приходится работать. Ну, к сожалению, для телевизора, к счастью, для всех остальных. Поэтому, конечно же, я никак не могу согласиться, что новость сначала появляется в телевизоре, а потом где-то в других местах. Я скорее могу согласиться с тем, что потребители телевизора сначала замечают ее в телевизоре. И это, конечно же, логично. Тут опять-таки мы возвращаемся к вопросу личных пристрастий. А с другой стороны, качество? Ну, вот на Ютубе вот это самое, то есть, это вот, это с этого. Качество зависит от профессионализма. И еще должен быть интернет же еще. Если там не будет интернета, то есть вы ни США ничего не снимете. Ну, с телевизором сигналом еще сложнее, потому что мы ограничены зоной, которые разрешены в русском надзоре. Не нужно думать, что ребята, которые работают в интернет-СМИ, менее образованные, менее качественные журналисты, чем ребята, которые работают на телевидении. Нет, я не про это. Не про качество, про качество, вообще, которое, когда же картинка потом получится уже одно дело снять. Если мы производим новости, мы же начали говорить именно о новостях, то здесь качество имеет третестепенную роль, качество картинки. Но я у вас могу уверить, что вот эта маленькая черная коробочка снимает не хуже, порой, вот этой большой черной коробочки. А я, ну, пожалуйста, это iPhone, я не знаю, у кого-то там это Samsung, у кого-то и Huawei, и так далее. Не имеет значения, просто сейчас настолько технологический прогресс позволяет работать журналисту эргономично, что, в общем, многие вещи, я ничуть не против. Естественно, когда я сам отправляюсь на съемку, я предпочитаю, чтобы у меня была с собой хорошая зеркалка и телефон, потому что некоторые вещи я сниму на зеркалку, некоторые вещи мне нужны, я иногда вот снимаю параллельно буквально, потому что я сниму на телефон и быстро передам. Сейчас, в принципе, есть возможность быстро передать в телефон, если через Telegram я отправляю в редакцию и все есть. В общем, прогресс меня радует. Аплодисменты за прогресс. Почти тост. Вопросы? 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 Так, пока передают микрофоны, да, вот давайте, вот, везде ваги, везде ваги, везде ваги, везде ваги. Да. Значит, я, хорошо, давайте ваши вопросы, потом я еще свой дополню. Коллеги, вот у нас плавный разговор перешел на производство новостей и на возможности технологического порядка. Мне все-таки хочется вспомнить о том, что в постперестроечное время именно молодые листьев, любимов, бодров, да, создали такой проект, как «Взгляд». Вот. Сегодня, возможно, в этом причина, почему у нас молодежь уходит на YouTube, что нет вот этого, скажем, современного взгляда, я просто уж как словно-рицательно использую, или Сагалаевский проект, там 13 этаж, да, если помните. Нет такого сейчас. Если все-таки рассматривать с этой точки зрения на YouTube, вы говорите, что не смотрят новости, смотрят в основном все-таки развлекательные проекты, может быть, в этом причина, что у нас молодежь не смотрит телевидение. Как вы считаете такой вопрос? А я могу добавить, что в то время, когда 90-х годов появился «Взгляд», все это было очень тяжелое время, то есть, получается, все были новостные, для этого, конечно, это было что-то новое, потому что было другое телевидение, которое отличалось от прежнего, там, 600 секунд, невзорова, который там, да, и в то время, хотя мы были молоды, это было интересно, потому что это было что-то новое. Сегодня молодежь, я взял двое взрослых, так сказать, сыновей и дочка, то есть, они не интересуются политикой, у них уже другие, это другое мировоззрение, и поэтому сказать, что они будут смотреть новости, нет, у них другое, поэтому они больше интересуются уже вот, развлекательным контентом. И, в принципе, почему это происходит не только с детьми, но и с взрослыми, потому что уже надоедает, например, включаешь телевизор, что там, если есть новости, его уже переключаешь, потому что в новостях одно что? Одна Украина, одна Сирия, все, уже так включил, все, не хочется, и начинаешь бегать по каналам, смотреть, что там еще что-то есть, и смотришь, и получается, кто кого больше еще перескатывает, или Первый канал, или Россия-1, или Пятый канал, или там эфир Добров, постановка, одна, одни и те же новости, про одну и те же места, так сказать, поэтому оно и так получает, что люди, когда получают одну информацию, им уже неинтересно. Родок, подхватываемся. Надеюсь, что это вырежут, у нас же не в прямой эфир, потому что иначе за нами приедут, тут же все просто, молодежь, как Цой пел, все время ждет перемен, а ничего не меняется, и уже, ну, как бы, неоткуда ждать этих перемен. И что не меняется где? На классическом телевидении, вы имеете в виду? Ну, конечно, в жизни. Я не либерал, но в принципе, то есть, некий сейчас период застоя, как-то политический, так скажем, есть. Я просто вспоминаю, вот сейчас, там, и сейчас даже, там, вот редакцию ТНВ, например, новостей, ее всегда обвиняли в максимальной приближенности, там, к власти, но это же не значит, что там все журналисты, все такие, пионеры, на партию там равняются. Я просто помню, одиннадцатый год, когда вот эти митинги поперли, и вся редакция вот так сидела, сейчас, сейчас мы пойдем сами на митинг, мы сейчас всем покажем, то есть, реально, вот, какой-то дух перемен возник, и журналисты тогда вот все прям были на взводе. Ну, вот тот день прошел, да, мы даже митинг показали, на который 300 человек пришло, я не помню, и у меня даже стендап есть, что-то в Казань пришло всего 300 человек, вот, и все, и мы так перегорели, и, кстати, вот после этого, 11 года, я не знаю, как это связано, но в течение буквально там 4-5 лет, постепенно, вот вся наша тогда редакция, которая, я считаю, лучшая была, ну, каждый, наверное, журналист считает свое поколение лучшим, вся наша редакция постепенно начала, Шамила в бизнес онлайн ушел, потом я ушел, за мной, сейчас в группе XTNVшники, там, где люди, с кем я работал, 38 человек, любого возьми, там, я не знаю, ну, почти любого, офигенный профессионал, но все вот, ну, а что делать, это же политический застой, это и застой на уровне, как бы, информационного поля, а вы считаете, что я правильно услышал, что страну должно все время лихорадить, для того, чтобы развивалась журналистика, например, интерес к ее продукции, то есть, мы должны жить все время в состоянии неопределенности, митингов, и даже сам молодежь, не должна соображать и понимать, что ее ждет завтра, когда она решит завести семью, детей и так далее, то есть, это нормальная ситуация, вообще не это говорил, ну, вот, я так понял, что только потрясение, есть основа движения в журналистике, да нет, разубедите, мы сейчас уйдем, вообще в другое. больше о настроениях, во-первых, и о возможности работать в журналистике, телевидение часто не предоставляет возможности оставаться... Хороший, вот что я вам и готовил вопрос, про что, а вот, ну, это вот вам двоим, да, скорее, потому что здесь телекомпания, конкретно, а почему вы, собственно, ушли из телевидения? Лично я ушел... Я не говорю, порвали с ним связь, то есть, вы сотрудничаете, да, это мы услышали, но вот ушли из структуры телевидения. А, я понимаю, что вы хотите услышать и немножко подстроюсь под вас, потому что мои личные причины ухода из телевидения, они были связаны с тем, что мне предложили интересное место работы вне телевидения, но потом я все равно вернулся в журналистику. Но сейчас бы я не очень хотел возвращаться на то телевидение, которое есть в наше время, в нашем месте, по той простой причине, что я сейчас не вижу возможности работы на телевидении. И все 10 лет, что я работал на республиканском телеканале и ощущал, что с каждым месяцем, сначала с каждым годом было, потом с каждым месяцем, а потом иногда я доходил до с каждой недели, работать становилось все сложнее и сложнее. И причиной тому было некое давление. Это неразрешимый достаточно компромисс, не компромисс, а неразрешимую ситуацию. Я решил для себя таким образом, что я все равно буду делать так, как считаю нужным, исследовать своим неким убеждением, а там уже я не знаю, вот я сделал материал, выйдет он или не выйдет, это уже не моя зона ответственности. Наверное, в этом есть некая такая своя, ну, удобная позиция. Но я могу сказать, что там за 10 лет, что я проработал в телеке, я не сделал ни одного сюжета, за который мне было бы стыдно. Я видел сюжеты, за которые мне стыдно, которые делали мои коллеги. На моем же телеканале я видел сюжеты, которые не дошли до зрителя на моем же телеканале и знаю, что там на других телеканалах их было ничуть не меньше. Но вот я понял, что нужно так. Сейчас хотел бы я, ли я работать на телевидении? Нет, не хотел. Потому что работая на телевидении, я ощущал себя на переднем, в новостях, в вечерних новостях, на таком неком переднем крае в авангарде новостной журналистики, где вот оно и происходит все самое интересное. А теперь я понимаю, что вот этот вот самый интернет и этот вот самый вот телефон и все остальные средства дают мне гораздо больше возможностей. Потому что опять-таки я уже выдал новость, а там еще только едут, дай бог, чтобы в редакцию, чтобы не сняли этот сюжет с эфира. Сейчас я не вижу возможности лично для себя работать на телевидении. Так же, как мне вот, ну, хотелось бы соответствовать с моими убеждениями. Я понимаю, что там есть некое давление. На таком, на классическом, на нашем телевидении. Опять-таки, возможно, стоит обратиться к речи Светланы Бодровой, которая сказала, что мы построили новое телевидение на костях разваливающегося старого. Может быть, через там какое-то время мы увидим и Листьевых, и Невзоровых, и других-других прославленных журналистов. Но мне кажется, совершенно неважно для журналиста будет это телевидение, будет это Ютуб, интернет, радио, газета. По-моему, абсолютно без разницы. И если ты приходишь в журналистику не только для того, чтобы делать стендапы на фоне каких-то красивых вещей, чтобы там говорили, вот, смотрите, я там в телеке. Это круто. А это обычно у всех телевизионных журналистов проходит в первую же неделю, пока они ходят на практике. Очень часто говорят, о, типа, там, как ты попал на телевидение. Да никак, я просто пришел на кастинг, и мне сказали, на кастинг программу «Утро» притом, в развлекательном, мне сказали, ты слишком серьезно, иди в город. То, по-моему, без разницы, это может происходить и на Ютубе, это может происходить и на всех, каких угодно площадках. И развитие именно видеоконтента, оно возможно где угодно. Посмотрите прекрасный проект Эдель Реалии, где ребята собственными силами делают классные телевизионные, такие видеопередачи, там, проект «Реальные люди», они приглашают людей, общаются там. У бизнес-онлайна большой отдельный отдел видеопроизводства. У реального времени, я видел, сейчас они ходят с микрофонами, с камерами, делают стендапы. Поэтому это и есть те самые представления конвергентной редакции. И где это будет в вашем телевизоре или в вашем телефоне, мне кажется, не так уж и важно, потому что скоро будет и там, и там одно и то же. И сейчас уже есть огромное количество телевизоров, которые позволяют смотреть Ютуб на большом экране в хорошем HD-качестве или там 4К. И сейчас же есть возможность мне прямо сейчас посмотреть телевизор из телефона. Поэтому тут все противоречия снимаются прогрессом, как мне кажется. Спасибо. Спасибо. Ну, как это, соглашусь с предыдущим оратором. На самом деле, вот это интересно, я сейчас просто думаю, это такая недоопределенность, она такая вообще у нас в принципе с точки зрения, ну вот у нас новостная редакция, то есть новостники, но почему-то так заложено, ну по крайней мере в России, что новостники это люди, туда приходят люди с каким-то внутренним просто огненным желанием менять мир к лучшему через свои там материалы, ну так или иначе, какую-то несправедливость, превращать в справедливость, помогать забытым людям или там инвалидам. Ну, достаточно странно, что врач приходит работать для того, чтобы лечить. Ну, я имею в виду, ну это просто как бы суть журналистик. Смотри, на вашу журналистик, то есть новости, ну по большому счету, я вот сейчас просто сидя жду в новости, это же просто сиди, рассказывай новости, все новое. А нет, у нас же всегда хороший сюжет, это который как-то разоблачил кого-то, то есть, ну по-настоящему, или там помог кому-то. Мы же на самом деле, вот вспомни, скольким там инвалидам, детям в свое время помогли. Ну конечно же приятно. У меня просто, кстати, вот насчет помогания я сейчас вспомнил, вот когда смотрите сюжеты там про ребенка, там помогите, уже, ну надоело на самом деле. У меня история, которую я вот изнутри увидел, у меня армейский друг, у него дочка раком заболела, и он попросил сюжет сделать. Причем он мне просил из Екатеринбурга. Ну ТНВ достаточно такой же, этот и там тоже татар, и он татарин, кстати. И мы сделали сюжет на ТНВ, причем корпункт Екатеринбурга, Альфия Агабдушева сняла. Он в общем, после сюжета на ТНВ, у него там, я не помню там в численном количестве, но в общем третьей суммы, которая нужна была, набрался вот после этого. И я как-то вообще по-другому на все это посмотрел. А по поводу вот вашего вопроса, как я ушел, ну это все коррелирует. Ну не как и почему. Ну как, на самом деле, как у меня превращается в конце концов, как причиной может стать там ссора в коридоре с коллегой, да? Ну нет, это частный случай, подтверждающий как бы все слова Антона. Как говорят на казанском диалекте, зачем ушел? Зачем ушел? В какой-то момент, ну я же был новостным сначала, чисто корреспондентом, потом начал аналитику делать, 7 дней, и среду обитания даже, то есть много всего делать. То мне предложили, а не хочешь свое ток-шоу сделать? Ну давайте. Вот мы придумали и начали делать тогда, как он назывался, Трибуна Нового Века, да. Ну и у нас, вот мы, я тогда себя ощущал тем самым листьевым и любимым, потому что на ТНВ вообще ничего нормально разговорного не было. А тут мне дали какой-то кармаш, делай что хочешь, вот тебе студия по средам, пиши с кем хочешь, вот вообще. И мы начали, ты смотришь, я даже участвовал. Ты же даже, ну интересно же был. Скажи. Участвовать, да? Смотреть честно скажу. Не знаю. За что люблю нашу профессию, да, самые трогательные моменты, это когда мы друг друга хвалим. Нет, нет, я вам реально скажу, то есть вот с точки зрения журналистики, это был один из самых годных продуктов, который на ТНВ там за последние десяток лет выходил. К нам приходили гости, причем абсолютно вообще какие-то и невменяемые к нам приходили, городские сумасшедшие, но мы со всеми работали, всех слышали, какие-то выводы делали, нам звонили потом, мы вот посмотрели, а можно там, то есть реально, и полгода мы прям вот, нас вообще как будто не замечали, ну там в рейтингах нас нет, и ладно, а народ смотрит, смотрит, мне пишут там в соцсети, звонят, я думаю, блин, прикольно. И в какой-то момент, на пике, когда, а, мы в рейтинг вошли ТНВ, одна из там внезапно, там не было, не было у нас, и раз одна из самых таких, по внутренним этим, одна из самых смотрибельных программ. И в этот момент к нам приходит Роспотребнадзор, ну там на тему, господи, ну потребителей, в общем, и союз потребителей, и начинается такая драка словесная в этом, battle такой, и союз потребителей уничтожает Роспотребнадзор, ну по методам работы, там всему, это сейчас потяжно более-менее их нормальное дело, а раньше был полный, плохо все было, вот, и там разносит Роспотребнадзор, ну ладно, у нас это нормально, то есть, ну вся правда всплыла, всех показали, истина оказалась вообще рядом, нормально, мы монтируем программу, и тут мне звонят с самого там верха, телевизионную, говорят, сейчас придет зам, не министра, зам, руководитель Роспотребнадзора, сядьте на монтаж, все, что она скажет, вырежете, я говорю, с чего, ну типа, моя программа, не буду ничего вырезать, ну и все, и вот, я в итоге не вырезал, вышла она, не вышла программа, нет, но я, я как раз в отпуск уходил, там на следующий день, я ушел, и из отпуска не пришел, то есть, получается то же самое, устранилось некое давление, которое, некое давление, ну мне вдруг, да, сократились возможности, для работы, да, они не то, что, ну для меня вот тогда было, потому что, ну это вот когда ты свое детище, для меня это был реально такой классный продукт, и вдруг в него как будто какая-то грязная рука такая залезла и начала там шурудить, и у меня это все, ну и плюс телевидение же, зарплаты, все, я еще уже тогда продакшеном, ну не официально, а начал снимать фильмы, да, и сложилось, я тогда за три дня работы, заработал две или три месячных зарплаты на ТНВ, просто, ну вот, сделав фильм там кому-то, и у меня вот это сложилось, то есть мне как раз деньги на счет падают, и вот это все случается, я думаю, а зачем вообще я вот это, а телевидение, это же много времени, это много нервов, это вот вовлеченность полная, то есть на телевизоре нельзя работать, не вовлекаясь, вот вообще нельзя, нет такого, что я там хожу просто как-то, ну и тогда перед следующим вопросом, антивопрос, а вас не тянет уйти из телевидения, каждый день, тем более послушав коллег, посмотрев на их опыт успешный, наш телеканал, во-первых, в политику не лезет, нет, ну пойти и делать, вот некий продюсерский центр, да, и создавать ролики, а-ля там, Мальков-Хованский, здорово же, 25 миллионов в кармане, они клип снимают, мы все это снимаем, и все производство, и все, без этого не проживешь, на том телевидении, мы вот частный телеканал, нам ведь государство денег не дает, и поэтому мы ищем всякие возможности, варианты, как заработать деньги, это у нас как бы-то, наша самая главная задача, чтобы заработать деньги, и чтобы потом можно создать на это деньги, интересный контент, если были бы деньги большие, мы сделали бы большие шоу, например, сколько стоит, например, такие как программы Голос, или там программы Киндани, или там, декорации сколько только вкладывается, а у нас же такого нету, поэтому все пытаешься, если декорации сделать, из чего-то, только вот, из подручных средств, и вот так еще снять, чтобы это было красиво, чтобы это казалось дорого, где-то компьютерной, с зарисовочкой, чтобы все это так, ну, это получается, из-за нехватки средств приходится выборачиваться, выкручиваться, а вообще, в принципе, сейчас вот для студентов, или вообще для человека, стать журналистом, в принципе, это очень просто, вот эти блогеры, это получается, что ты поставил камеру, даже вот, и все, ты можешь свое мнение, пускай это будет мнение субъективное, и ты можешь свое мнение уже сказать, показать, снять, выложить в интернет, если тебе интересно, тебя смотрят, тебя там, лайкают, тебя все, в принципе, каждый человек может стать, кто-то, находит себя, и вот, становится, там, миллионным просмотром, кто-то, кто-то немножко вышел, и исчез, поэтому, то есть, и даже возможности больше, но говорить о том, что в интернете, может быть, тебе свобода, это все-таки тоже не так, ты можешь что-нибудь сказать, потом тебя все равно вычислят, здесь это, нарушение прав, да, то есть, как бы здесь, нет, у нас есть другая статья, 41-я, нельзя сказать, что свобода есть в интернете, и ее нет на телевидении, да, то есть, недавно был один такой случай, это же не для записи, например, надо будет вырезать, выключить, вот видите, оказывают давление, в уфимском телевидении, там раз идет передача, там, взяли и сказали, президента Молдалой, ну, не президента Молдалой, там их в голову, все в шоке, но это можно не врезать, это известный случай, он был описан во всех наших, это стиражирован во всех наших. то есть, как бы, это просто взяли, то есть, как бы, и, то есть, народ взял и, то есть, телевизионщики взяли и включили это в записи, то есть, как бы так, сделали такое небольшое, это, ну, просто им не нравится руководитель телеканала, они решили так его подставить, а по поводу уходить в телевидении, нет, еще очень большой план, еще многое надо сделать. Спасибо, аплодисменты, и следующий вопрос. А можно я, а, ну, ладно, давайте. Давайте вопросы. Вот вы говорите, как такого в кризисе телевидения нет, зачем тогда телевидение лезет на YouTube, например, Вечерний Урган приглашает там Стаса Давыдова, Дудя, Катю Клэп, и, например, Полину Гагарину, по рассмотров, понятное дело, меньше, на СТС приглашают Славу КПСС вести шоу, там, делают сюжеты новостные про Версус Баттл, или про YouTube блогеров, зачем тогда это, и раз кризиса как такового нет. Нет, а почему вы разделяете четко, вот, есть отдельное телевидение, есть отдельная вся онлайн-сфера. Это такая же сфера нашей жизни, как все остальное. Вот там, я не знаю, есть политика, религия, там, семья, культура, интернет, такая же сфера. Поэтому то, что происходит в онлайне, это такая же реальность, потому что все реально, что реально по своим последствиям. И, естественно, эти люди, там, происходит батл между Гнойным и Оксимироном. У него происходит, там, сотни, миллион, ну, не сотни, десятки миллионов просмотров. Это разве можно игнорировать? Это реальность, которая важна для сотен миллионов людей. Поэтому, во-первых, телевидение на этом делает и некие рейтинги, потому что интервью, например, с Оксимироном или с каким-нибудь другим онлайн-деятелем с Дудем в Урганте посмотрят не только те, кто смотрит его в интернете, но и те, кто в онлайне посмотрит. Во-вторых, я считаю, что совершенно не должно телевидение, я имею в виду именно эфирное телевидение, обособляться и говорить, типа, нет-нет, мы только вот этот вот ящик, на котором написано рекорд, там, черно-белое с двумя антеннами. Естественно, нужно использовать все возможности. Можно добавлять? Нет, я бы ответил, вам бы понятнее, что добавлять. Тогда почему, например, вечерний Урган тот же самый боится пригласить Ксюшу Собчак? Почему мне разрешают привезти ее? Давайте мы сейчас до Ксюши доберемся. Я понимаю, что вы понимаете, почему. Сейчас до Ксюши доберемся. Вы сейчас зеленое с теплым смешали. Давайте вот вы продолжим. Мы давайте Сашу попросим к следующей нашей встрече, я очень надеюсь, что она состоится. Вот он анализ сделал, проанализировать, что за реклама сейчас на федеральных, нишевые не будем брать, федеральных телеканалах. Какая реклама? Если вы сами вот день перед первым каналом посидите, вы увидите, что 30% это фармакология, 30% чаи, кофе и что там еще? Ну и все, наверное. Чаи, кофе, кофе. Кошачье питание там, вот эти все. Кошачье питание. Я про что? Вся вот эта реклама, которая сейчас там базируется, она либо не имеет возрастной целевой аудитории, либо рассчитана на старший возраст. Вот и все. То есть, найки, рибыки там и огромные рекламоплательщики, так скажем, они не идут сейчас на федеральные каналы, потому что те не могут им доказать, что их посмотрит нужная аудитория. И вот для того, чтобы хоть как-то привлечь этого рекламодателя, начинают вот делать вот это вот все. вот это вот все. То есть, начинают привлекать, ну, то есть, притягивают молодую аудиторию за счет гнойного и всех. Небольшая цифра, 115 миллиардов объем рекламного рынка онлайна в России за последний квартал, 116 миллиардов объем рекламного рынка на телевидении России за последний квартал. то есть, они практически сравнялись. И у одних восходящая динамика, у других нисходящая. Сами догадайтесь, у кого какая. Сейчас аплодисменты. И при этом еще одна цифра, при том, что у первого канала, у которого самые большие рекламные бюджеты, то есть, к ним приходят, они ежегодно, я не помню, от одного до двух миллиардов убытков генерируют. Представьте, то есть, при том, что какой у него бюджет, то есть, сколько он привлекает к себе денег, 1-2 миллиарда они еще убытков генерируют. Естественно, Эрнст постоянно получает, ну, как бы, неприятности. 3,2 миллиарда государственных субсидий первого канала на следующий год и 26, если не ошибаюсь, миллиардов на ГТРК. В ГТРК. Здесь еще другая сторона. Например, когда, если в государственном предприятии начинает зарабатывать деньги, то его начинают меньше финансировать. Это мы о государственном канале говорим. Вообще, да. где государство является учредителем, все учредители. Вы сейчас намекаете на коррупцию в кругах наших высших телевизионных деятелей? Нет, в принципе, если они будут больше зарабатывать, то им не будет давать государство, поэтому лучше быть в убытке этим каналом. Но Первый канал не государственная телекомпания. Он снабжает телекомпания. Ну, он снабжает, заказывает. А если же он выйдет в ноль, то ничего не дадут сказать, а работать дальше. Не нужно думать, что Первый канал убыточный проект, потому что наверняка там есть куча структур. И сам, ну, это не так, как вот на тех телеканалах, где мы работали, где телеканал сам все производит и сам все делает. Там огромное количество студий. И все отдано практически на аутсорсинг, начиная от людей, которые встречают в студии Первого канала какого-нибудь вечернего органта, заканчивая видеопроизводством всевозможных сериалов и так далее. Поэтому тут вопрос, что как бы все вокруг зарабатывают много, но как бы Первый канал. Первый канал. Первый канал. Это вопрос особенности нашей бухгалтерии. Показать убытки это небольшая проблема. Тем более, за такой крупной корпорации, как Первый канал. Кстати, как и лукавство в этой цифре, из которой вы последние нам приводили, я к Александру обещаю, то, что рекламный рынок, объем рекламных доходов в телевидении сравнялся наконец с тем, что было в 13-м году или там в предыдущие годы. В каком? В 14-м. Надо все-таки смотреть в сопоставимых ценах. Потому что, ну, общий объем, да, наверное, но сама стоимость жизни, производство, да, она изменилась и сам объем рынка немножко изменился за этот период. Так, еще есть вопросы. У меня был вопрос. Все думают. Пожалуйста. Я просто исходя из этого. А все-таки, какой должен быть телеканал, чтобы тебе захотелось на него вернуться? Это вот я готовил вам вопрос. Что нужно сделать, чтобы вернулись такие, как вы, чтобы затащить, например, того же Дудя. Хотят сказать, Дудя не трогаем, да? Не, можно трогать. Вот вы сказали, 38. У меня вопрос в аудиторию. Так, Дудя кто смотрит? Регулярно. Прям вот, звоночек у кого стоит. Нет, что ли? вот так. Самый интересный. Ладно, кто прям фанат Дудя? Есть один человек? Ни одного нет? Есть один, есть один же. Баларус. Саша, Саша, давай к Саше вопрос, раз он у нас представитель Дудевской целевой аудитории. Смотри, Дудя выходит, ну, там, во вторник, говорит, ребята, я знаю, что вы любите меня и знаете, что я люблю бабло. И вот из-за бабла теперь каждый вторник я буду выходить не здесь, а на канале Звезда. Ты будешь смотреть, Дудя, на канале Звезда? Если нету больше выхода, его не выкладывают. Я вопрос такой, если у него останется та же рекламная интеграция, если он не будет прерываться, вот как у него сейчас, допустим, рекламные ролики на YouTube у него, это вставка, естественно, в которой он сам присутствует и в принципе эту рекламу смотреть интересно. А если будет тут классическая телевизионная реклама, то я, естественно, смотреть это не буду. Опять-таки, почему? Потому что идет интервью, да, тут он поворачивает с камеры такой, а сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. И ты смотришь опять рекламу памперсов. Посчитаем, что канал Звезда очень умный и оставили все как есть, но только в рамках людей. То есть вам все-таки нравится Дудя или не нравится реклама? Ты будешь Звезду по вторникам? О чем-то другом мы сейчас говорим, да. Да, буду. Все. И он, в принципе, мечтает оказаться на телеке, потому что у него будет больше возможностей. Все, кто, все блогеры, хотя бы, и все, которые говорят, говорят, что мы не хотим на телек, они все хотят на телек. Все мечтают о том, чтобы стать каким-то журналистом и быть более известным. возвращаемся к тому вопросу. Что надо сделать, чтобы вы вернулись на телевидение? Тем более, что... Меня уже разоблачили, сказали, что я мечтаю вернуться на телек, хотя, в общем-то, это не совсем так. Я, честно скажу, не смогу вам ответить сейчас, что нужно сделать, чтобы я вернулся на телевидение, потому что, во-первых, не вижу реальных возможностей для этого сейчас, что вот так в одночасье раз что-то поменяется. Во-вторых, не знаю, возможно, это будет какая-то... Предложить мне какую-нибудь крутую авторскую программу, которая мне бы лично была интереснее того, чем я сейчас занимаюсь, хотя то, чем я занимаюсь сейчас, мне очень интересно. Может быть, вот так вот. И, наверное, даже в этом случае я все равно попытаюсь делать что-то помимо этого, потому что есть много интересов, но особенность работы на телевидении в том, что она действительно, как сказал Роман, абсолютно такая всеобъемлющая, она у тебя захватывает, ты просыпаешься в 4 утра и ложишься там в 4 утра. Вот. Сложный вопрос и боюсь, что я не смогу однозначно на нее ответить. Роман, ответ очень простой. Все зависит от денег, которые предложат. И деликанал. Скоро, сделано на первом канале какой-то проект, вот такая сумма. Я могу сказать, смотрите. Без кокетства то деньги играют немалую роль, да? У состоявшихся, тем более, уже личностей. Можно я немножко вот эту ремарку прокомментирую? Меня неоднократно приглашали работать на федеральных каналах. Мне казалось это менее интересным, чем работать здесь. Вы можете считать, что я лукавлю или там прикалываюсь или говорю что-то несоответствующее, но это действительно так. Я помню один из разговоров, когда мы предложили работать на НТВ, и я говорю, нет, я, наверное, все-таки откажусь, мне сказали, Райш, ты что, дурак, что ли? Прямо так прямым-прямым голосом. Это же НТВ. Вот. Я говорю, да нет, что-то как-то не это там. И были другие предложения. И недавно я встретил своего соседа, он говорит, что ты из телека пропал? Я говорю, ну вот сейчас работаю в онлайне. А, говорит, а вот ваши-то вот они там поднялись, там Максим Шарафуддинов, там Фарида Курбангалеев. Ну он, конечно, не называл эти имена, но имел в виду их. Там Тимур Сиразиев. И люди ощущают, что если ты уехал работать на федеральный канал в Москву, то это круто. А если ты работаешь там тем же самым журналистом не в Москве, а в Казани, то это не круто. Или там работаешь в онлайне, а не на телевидении, то это не круто. Я вот этих рамок для себя не вижу. Я не считаю, что я там менее успешный журналист, чем, например, Тимур Сиразиев или Максим Шарафуддинов. Естественно, его узнаваемость значительно выше. Но мне нравится мое субъективное ощущение того, что я сейчас делаю. Поэтому я живу совершенно в полной гармонии там с собой. Мне комфортно, удобно, нормально. И мне это интересно, и я ловлю от этого кайф. И если вы внимательнее взгляните в мои глаза, они светятся, когда я начинаю говорить о тех своих проектах, которые я создал своими руками за последние несколько лет. Поэтому это же не так, что на телеке круто, на телеке не круто. На региональном телеке не круто, а там менее круто, чем на федеральном. Нет, я не думаю. И вполне возможно успешно работать в Казани, потому что мне Казань кажется гораздо более комфортным городом для жизни, чем та же самая Москва, где ты становишься придатком к работе и тратишь там по несколько часов просто для того, чтобы добраться от работы до дома. По несколько часов в день для меня это немыслимо, тратить впустую. Но здесь тоже другой может быть. Зависит от проекта. Одно дело, ты здесь в оригинальном телеканале какой-то проект свой ведешь, другой ты просто говорящий глава на федеральном канале. Поэтому здесь ты, конечно, можешь быть здесь более узнаваемый, но если же, говорю, все зависит от предложений. Если дают какой-то хороший проект, который ты ведешь хоть на федеральном канале, хоть на региональном канале, и ты говоришь, что вот на, делай, и ты чувствуешь, что ты сможешь сделать, тебе еще дают финансированный, по-моему, не отказывается никто. Мы не рассуждаем о том, что там будет больше оплатить, а мы рассуждаем именно о предпочтении. О возвращении вообще на телевидение. Вот телевидение как канал для меня менее интересен, чем эта маленькая черная коробочка. Простите меня за опять возвращение к ней. Спасибо. И все-таки тогда к Роману еще вернемся. Вот вы говорили про группу 38 человек, все талантливые, да, кто ушел с телекомпании, где вы работали. Все-таки все равно очень печально звучит, что таланты уходят, уходят. Вот недавно интервью Миронек, Светлана Миронек, один из лучших топ-менеджеров, медийных топ-менеджеров России, который вдруг говорит, да, я закрыла навсегда для себя дверь в медиа. Вообще попахивает как-то катастрофой. Уходят, уходят профи. Вот что могло бы стимулировать вас лично, ваших коллег, если вы с ними общаетесь, к тому, чтобы вернуться? Ну, не на данную конкретную телекомпанию, а вот вообще опять классическая телев, классическая медиа. Вот телеканал или... Потому что... А что, какой громкий? Чтобы я вернулся на телевидение, надо дать мне денег на собственный телеканал. Все. Вот. И мозги мне не мучат. Да, и это... И как-то либо снять вот этот вопрос, допустим, о котором я до этого мы озвучивали с Антоном, либо я вот сейчас думаю, это просто мне делать тоже там развлекательное телевидение. Ну, то есть, чтобы я... Вот все эти мучения, которые мы до этого испытывали, просто, ну, они не касались меня, так скажем. Вот. Ну, без политики, желательно и без новостей тоже, потому что новости без политики не бывают. Вот. Телеканал, где нет политики новостей. Так, идите в YouTube. Нет, ну, это звучит, как это самое. Отрежьте голову по хвост. Вместо того, чтобы требовать, чтобы не было цензуры, мы же говорим о гипотетической реальности. А, если гипотетической, то те самые перемены, вот, ну, мы сейчас все-таки за нами приедут, если мы эту мысль будем развивать. Да, а так вообще, нет, я готов, я, кстати, хотел такой небольшой кейс запустить, только вы почти все спите, да, вот. В принципе, смотрите, ребята, смотрите вы телевизор, не смотрите. Какой должен быть телеканал, я вот Антона спросил, себя спросил, какой должен быть телеканал на телеке в вашем, который у вас, ну, у кого нет, но допустим, он есть, чтобы вы регулярно его смотрели, чтобы у вас был свой любимый телеканал, что на нем должны показывать? Вот сейчас, вы можете для себя это сформулировать? Так, в чьих руках микрофон, тот и начинает, давайте. Я, я объясню предысторию, просто на самом деле, ко мне уже месяц долбится человек, у которого есть свой телеканал, ну, то есть, он им фактически владеет, он у него функционирует, на нем просто крутит всякую лабуду, какую-то, которую купили там сто лет назад, и он говорит, ну, мне охота сделать его полезным, интересным, но у меня, говорит, нет, невозможно, вот допустим, нам дали телеканал, то есть, дали чистоту, она во все кабели входит, ну, пусть будет пока только кабели, я вот говорю, делайте, что хотите, чтобы вот мы сделали, чтобы нам самим было интересно смотреть, и мы были уверены, что, допустим, а, молодежного же телевидения нет, в Татарстане, ну, вот нет вообще, то есть все, что начиная с 12 лет, и до 40, у нас просто вообще не существует такой аудитории, ну, кроме, кроме твоего, про универ-тв отдельный разговор, и потом, про универ-тв, сегодня только хорошо, про универ-тв, поскольку он сегодня победитель, давайте кейс запустили, давайте кейс, запускаем кейс, давайте скажу, что должно быть на телеке, и, допустим, какую программу он готов ввести, или создавать, на этом канале, и он будет уверен, что он сам как минимум ее с удовольствием будет смотреть, вот, давай, давайте, ну, окей, отвечу тогда с конца вопроса про программу, ну, как бы, мой диплом, я думаю, вы видели, программа апгрейд называлась, выходила здесь на универ-тв, выходила на ютуб-канале универ-тв, то есть, в принципе, на моем ютуб-канале, все эти просмотры были подсчитаны, потом, сейчас уж я цифры не вспомню, вот, это была обзорка новых приложений каких-то, новых веяний техники, вот это всегда смотриблено, но все-таки, даже на том же ютубе, этот сегмент у нас не затрагивается абсолютно, единственный, наверное, человек, кто этим всем занимается, это Вилсаком, не более того, вот, какой еще был первый вопрос, а, какой телеканал? что за канал должен быть, вот, программу придумали, в какой канал она должна интегрироваться быть? окей, в тот канал, в котором тебе не стыдно будет работать и удовольствие будешь получать? у российского телевидения существует такое понятие, как... давайте Татарстан возьмем, все размазывают. у Татарстана тем более, за нами все-таки приедут. Существует такое понятие, как персонононграта. Вот когда телек получит возможность звать к себе всех этих людей, к которым относятся Ксения Собчак, Ходорковский и так далее... В Татарстане кто такие люди? Я не буду называть. Они приезжали. Нет, нет, ты назови. Ну, мы как-то... Ну, докажи, что ты знаешь, хотя бы, все-таки, позволю себе вмешаться, мне кажется, мы как-то мельчим, да, ну, вот Ксения, ну, хорошо, но один раз мы их приглашаем, мы же не можем их сделать драйвером канала, даже не каждый день, они вам так же надойдут. Ты представляешь? И вы через неделю скажете, уберите ее из эфира. Ура, мы это сделали, а что завтра показывают? Общий тренд, какой должен быть этого канала, для того, чтобы вы его смотрели, сейчас еще кому-нибудь дадим микрофон. А можно я немножко переформатирую вопрос? Легко, или добавлю? Легко. Какие преимущества у канала могут быть над тем же самым контентом в YouTube? Что должно заставить вас смотреть обзор приложений не на YouTube? Или какие-то вещи, которые тоже так же происходят в онлайне на традиционном эфирном телеканале? Вот мне вот это интересно, потому что все эти вещи, о которых вы говорите, они есть уже в YouTube. Зачем? Зачем включать кнопку, если можешь в любой момент, когда тебе удобно, по дороге на работу или еще где-то сделать? Зачем подстраивать себя? Абсолютно логичный дополнение, потому что включите на ночь, смотрите на Ксюшу, на здоровье сколько угодно. Дальше что? А вот телеканал, телеканал. Нет, я тут еще немножко с Антоном. Можно уже поспорить, покасаться. Простите, у вас микрофон просто был, да? У нас-то они прикреплены. Нет, тут же вопрос еще в чем? В том, что у человека, у современного человека, который в современном вот этом просто каком-то невероятном информационном поле живет, сейчас возникла, вернее, уже практически атрофируется потребность потреблять информацию, потому что информация в него со всех щелей и так залезает. У него появилась потребность выдавать информацию. Так вот, у телека есть уникальная прикольная возможность, что если телек делает какой-то уникальный контент, вот это на, допустим, Netflix, и кто у нас «Игру престолов» делает? HBO, да? HBO. Они на этом вот выигрывают, они на этом зарабатывают, что, допустим, да, ты можешь посмотреть, скачать с торрента, ну там «Игру престолов», но если я впервые тебя увидел это по телеку, я тебе расскажу, я тебе... Не рассказывай, я только 5 сезон начал смотреть. Вот, заспорилю суть. И вот эта возможность получить первым, и, во-первых, обладать уникальной информацией, которой ты можешь поделиться уже вот прямо сейчас, уже можешь... Ну, мы же что делаем? Я посмотрел прикольное кино, вот очень странные дела посмотрел. Первое, что я сделал, это сразу сфоткал этот, «О, клёвый сериал там вот тут», и начинаю как-то рефлексировать, понимаешь? И вот именно телевизор дает эту возможность, когда увидеть первым. И второе, когда ты смотришь, ты защищен от таких, которые посмотрят первыми, и тебя, ну, как бы, понимаешь? Согласен. И вот это психологически... Важная конкурентная помощь. Да, это очень классно, но... Если это выходит именно там сначала. И вот тут суть как раз приходит к тому, что чем Netflix и HBO от всех остальных отличаются? Контент-то реально годный, контент, который хочется смотреть, людей, которым хочется делиться, обсуждать. И вот тут вот как раз суть-то нашего вопроса. Какой должен быть контент, который вот люди вашего возраста, примерно вот, ну, вашего социального статуса... Да нет, социальный статус, давайте размоем. Просто вашего возраста, примерно там от 12 до 30 лет, что за контент должен быть, который вы будете смотреть, будете бежать к телевизору, сидеть, как мы диснеевские мультики в детстве, помнишь, Антон, да? Каждое воскресенье. Сидеть, смотреть и рефлексировать, и сразу что-то... Интересный человек, да? Задает вопрос, сам дал развернутый ответ. Нет-нет-нет. Контент должен быть годным, например, ду-ду-ду, по позиции. А я уже... А теперь скажите что-нибудь еще, оригинальное. Это же кейс. Прям развернуто сейчас ответили. Леонид Григорьевич, вот суть, я на самом деле же, с подковыркой, я вам реальную ситуацию обрисовал, у меня есть телеканал, вот мне серьезно, его дают бесплатно. Есть универсальный ответ в этом случае. Я абсолютно полностью присоединяюсь к вашей позиции. Чтобы как минимум вы начали его смотреть. Давайте, все по очереди. Сейчас наберем контент и пойдем делать. Вот я что, скоро диплом у всех, нормально. Давай. У меня вопрос этому каналу СММщик не нужен? Нет, на самом деле, это была шутка. На самом деле, о чем разговор? Действительно, ну, можно попробовать, опять-таки, перенести людей в их воспоминаниях. Я думаю, что очень много народу у нас, даже в этой аудитории, с удовольствием бы отправились смотреть по телеку те мультики, которые они смотрели бы в детстве. например, я не знаю, я помню себя, я также приходил со школы, я врубал ТНТ, там был... А что за мультики у тебя в детстве? Эй, 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 Крутые памры. Так, кто за... А, трансляция кишет нормально потом. Мне так неудобно. Я пробую еще чебурашку с бурзилкой. Хорошо. Только свистни, он появится. Черный плащ. Но это мое детство, не отнимай мне. Я тоже смотрел это. Хорошо. Я все это к тому, что вот попробовать на такой... Типа канал Ностальгия. Вполне возможно. Вполне возможно играть постоянно на этом. Но вопрос, когда это надоест аудитории. То есть, это один из путей, который предлагаю я и передаю этот кейс уже, соответственно, дальше. Вот я предложил свой вопрос. Хорошо, давайте. Передавай микрофон. Все-все-все сейчас поучаствуют. Ну, на всех, допустим, мы не успеем. Давайте немножко так вот. Давайте так, мы по возрасту немножко раскидаем. Я не вхожу в вашу возрастную группу до 30, так что извините. Нет, но все-таки, вы знаете, почему я вернул микрофон сейчас Кристине? Вы требовательный зритель. Вы профессионал. Поэтому интересно узнать, что бы вас заставило смотреть телеканал? Какой контент? Ну, очень странные дела. меня вполне устроили. Сериалы. Мы можем снимать сериалы Клёго? Ну, можем же. Поехали. Можем. Мы уже можем. Мы сейчас скоро ты напишешь. Секунду, секунду. Или мы хотели побольше услышать, или мы перебиваем. Да, мы слышим. Ну, что-то в плане образовательного контента, как это. Ну, сейчас, что, где, когда. Раньше был брейн ринг, который вообще не показывают. В принципе, мне кажется, вот в такую аудиторию тоже бы что-то подобное зашло до трасси. Ну, типа брейн ринга. А вот сейчас, секунду. Смотрите. Ну, я просто быстро. Татарский язык у нас бедный весь измучили, да? Ну, у меня просто, я быстро скажу мнение, татарский язык, кто его ругает, ругает только потому, что дети время тратят, а в татарский так и не говорят. То есть, у этих всех родителей, да, если у всех родителей дети вот реально разговаривают на татарском, они же не были бы против этого. Так ведь? Это же хорошо, когда полиэлектрили. У нас уже порядка пяти минут. Вот. Я просто, если бы классная программа, типа полиглота какой-нибудь, про татарский была. Давайте так. Давайте, значит, вот вы, опять, у кого микрофон, тот и отвечает за все, а потом попробуем передать это в последний ряд. То есть, чтобы разные зрительские аудитории были. Нет, ну, у нас пять минут, а я еще хочу, чтобы вы нам все-таки точку какую-то, хотя бы запятую поставили в дискуссии. А вот мы точку ставим, Вы точку, вы такое многоточие сейчас тут рисуете, пожалуйста. Да пусть скажут, кто хочет. То, что мне интересно, это Орел-Решка и... Ну, если уже хлопают, то, что согласит. Какой? Усачев Today. это сейчас, это YouTube расскажет. Но ты бы это стал на телеке смотреть? Нет, Окей. Если уникальный контент, то был бы на телеке этот. Если не изменилось, если говорить, то микрофон, пожалуйста. Идет запись. нет, все, мы его понимаем. Хорошо. Очень по контенту, ну и лично меня радует телеканал «Пятница», то есть это и какие-то кулинарные телешоу конкретно. Очень интересно наблюдать за эмоциями людей, за тем, как они проходят те или иные испытания, если это можно так назвать. Также шоу «Пацанки», которые игнорировать, я считаю, вообще тоже нельзя. Тоже очень интересно наблюдать за этим. Заметьте, мы сейчас говорим о предпочтениях определенной аудитории, определенной возрастной. «Пацанки» и моя жена, и дочь смотрят, вот прикол. Да? Да. А я вот даже и группу присылал. А вы посмотрите, а я выхожу всегда. Бурные аплодисменты, мне один такой вообще в этом зале. Значит, вот очень правильно взяли микрофон, я заметил, вы не поднимали руку, у вас нет сейчас доступа к телевизору, да? У вас, да. Вот, чтобы вас вернуло туда, вы прям побежали бы на последние деньги там в кредит. Нет, тогда я раньше смотрела телевизор, мне больше всего нравилась программа «Необъяснимо, но факт», то есть эти всякие неизвестные вещи, вот как Чернобыль, то есть заброшенные какие-то места, ну это интригует, интересно очень, то есть мне всегда нравилась именно эта программа. Я бы вот именно такую программу смотрела, только, не знаю, какие-то новые факты, не то, что я уже видела, какие-нибудь новые факты, например, то, что сейчас в Чернобыле происходит, и не только там, ну где-нибудь в других местах. Познавательная программа? Да. Народ тихо заводится, хорошо. Помните, был такой канал, BB Gone, по-моему, назывался, образовательные там всякие были шоу, все прочее, вот сейчас это примерно интегрируется в подкасты, есть на айфоне, вот что-то типа таких подкастов, то есть сейчас очень много интересных интервью, каких-то образовательных программ, там по философии, еще чего-то, то есть если ты, например, учишься, ну грубо говоря, на программирование, но тебе интересна философия, то сейчас можно при помощи подкастов узнать о, не знаю, о Сократе или об Аристотеле, мне кажется, это было бы интересно для подрастающей аудитории, тех, кто хотят учиться, или те, кто учится уже в какой-то области, но им, например, интересно что-то другое, то есть образовательный контент, но который бы представлен был для молодежи, не что-то скучное, а что-то именно для нашей целевой аудитории, я бы вот, например, с удовольствием смотрела. Микрофон медленно передается, поэтому я прямо сюда подойду, чтобы мы не только молодежную аудиторию, вот молодежную, которая до 25+, давайте где-то вот сюда, в середину, вот я передам. Я бы на самом деле думала, что молодежное телевидение, да, это не только по сути развлечение, даже возьмем... Не, мы сейчас про молодежный канал же говорим, но мы сейчас конкретный канал формируем, Леонид Григорьевич. Хорошо, но я, например, лично считаю, что даже... Сейчас, это еще старая рекламная, как бы, мудрость, если ты хочешь угодить всем, ты не угодишь никому. Ну хорошо, допустим, программа «Кто хочет стать миллионером?» В свое время там было, приходили обычные люди, вот мне кажется, это было интереснее, чем приходят одни и те же звезды на абсолютно всех телеканалах и на всех передачах. Вот мне было интересно посмотреть, какие люди и что они знают там в 15, в 20, в 25 лет. То есть, ну это же на самом деле интересно, это подстегивает тебя что-то узнать, посмотреть. Вот я думаю, что такое еще должно быть. А вот сейчас играют, как игра? Кизи не... Как? Квиз, квиз же, да? Вот в квиз играют, если квиз начнут этот онлайн-трансляции проводить, будете смотреть? Интересно? Все, отлично. Еще одно мнение, и мы будем завершить. Боюсь деструктивное абсолютно мнение. Мне на самом деле нравится очень много телевизионного контента, который производится, и что, где, когда, я фанат безумный, и квиз, да, это все прекрасно, замечательно, то есть, если бы в формате снималось, да. Но беда в том, что я... И пацанки, кстати, да. Но я буду смотреть это в интернете, на официальных страницах этих телеканалов, в официальных страничках их в соцсетях, потому что мне там удобно, я там быстрее получу, то есть, я не должна подстраиваться под телепередачу, по телепрограмму вернее, под жесткую верстку, и плюс еще на ютубе особенная прелесть смотреть быстрее, потому что некоторые передачи, действительно, они интересные, но темп речи слишком замедленный, или еще что-либо, и поэтому там есть замечательные функции, которые, к сожалению, нет у телевизора. Поэтому, да, телевизионный контент, он очень много интересный, но площадка ютубовская мне нужна. Смотрите, вот мы сделаем канал и сделаем так, что вы не сможете это смотреть в ютубе. Либо вы сможете, но через три дня, например. Сейчас вы про идеальный канал скажете. Я же про это и говорю. Тогда я оформлю подписку, буду покупать, либо это должно быть что-то типа Шерлока Холмса и Игоря Христова. Подписку платную мы сделаем. Будете брать? Тогда, да. То есть, если я смотрю... Нам за главное денег заработать, чтобы как бы телевизор. Все. Извините, я, может быть, старомодна несколько, да, но мне все-таки хочется, чтобы в студии вообще этот телеканал поднимал молодежные проблемы. То есть, а-ля 13 этаж. Вот Сагалаевский проект. В свое время был на НТВ такая программа, ток-шоп, по-моему, большие, маленькие, что-то такое вот, да. То есть, поднимались вопросы с экспертами, то есть взрослые дяди были, да, эксперты, которые слушали молодежь и пытались как-то, может быть, онлайн даже разруливать или помогать в решении каких-то вопросов. Но молодежь не слушает взрослых дядей? Спасибо. А что-то я аплодисменты не слышу. Я пока спускаюсь. Все задумались просто. Значит, я уже боюсь вам задавать вопросы. Вы их все время уточняете и переформулируете. Вот что значит, да, благодарные гости, да, которые вместе с тобой еще глубже тебя работают, да, в теме. Я думаю, достойно отдельных аплодисментов. А сейчас с осторожностью попытаюсь заключительный на сегодня вопрос сформулировать. Как бы вы видели, теперь вы сами, да, вперед убежали чуть-чуть, мои как бы вот логики. Как бы вы видели, идеальное сегодня телевидение, телевидение, которое бы вот перестало подвергаться вот тем атакам, которые идут сегодня на него, что называть, со всех сторон, да, только ленивый не пнет. Но никто не может сформулировать все-таки этого идеала. Вот сейчас с вашей помощью мы попытались даже что-то обрисовать. Может быть, телевидение, на которое вы сами уже не вернетесь, потому что другие проекты и другие платформы вам куда интереснее. Но все-таки вот то, за что было бы не стыдно, то, через что вот 20 лет спустя смог бы кто-то написать. Это делалось с любовью, это делалось, потому что это было нужно всем. Вот та цитата, примерно, которая была. Я думаю, что самый главный тормоз нынешнего телевидения это цензура. Если бы ее не было, народ бы вернулся и начал бы смотреть, как о том, о чем нельзя в кавычках говорить, рассказали на этом телевидении честно, объективно, беспристрастно, с какими-то своими авторскими мнениями, без авторских мнений и так далее. Если это самое главное, что отвращает людей от телевидения, во-первых, и медиа вообще, в том числе и СМИ, потому что когда человек приходит на митинг и видит, что там пришло 5000 человек или даже из окна его увидел, об этом говорят, что никто не пришел, это подрывает доверие не только к тому каналу, который об этом говорит, но и вообще ко всем журналистам, потому что блогер с Ютуба об этом рассказал честно, а дяденька из телевизора об этом рассказал нечестно. Поэтому самое главное и, наверное, единственная проблема это именно цензура. Если ее не будет, то все остальное с телевизором будет прекрасно, потому что всевозможная техническая платформа настолько позволяет делать совершенно потрясающие крутые вещи, что в технологическом плане телевидение шагнуло вперед просто значительно по сравнению даже с тем телевидением, на котором мы работали. Сейчас можно делать такие вещи, это постоянные прямые включения, какие-то графики и так далее, и так далее. И иногда это даже приятно посмотреть, как это вышло в эфир, например, на Ютубе. Помню историю с графикой дополненной реальности в эфире телеканала Russia Today, когда там заезжали танки. Помните этот классный ролик? Там летали самолеты и это классно. Смотришь, вау, круто. Поэтому технически все замечательно, все здорово, есть платформа, есть возможности. Но если бы не было каких-то вот этих политических тормозов и цензурных соображений, то это телевидение было бы действительно гораздо более привлекательным. Спасибо. Ой, ну я как всегда мы вообще с Антоном с купли знакомы ни разу не ругались. Да, кстати. Даже на съемках. Всегда совсем согласны. Добавить хочу только, знаете что, телевидение же главная проблема его на самом деле, в чем вот это всем видится кризис. Раньше телевидение это было условно какое-то окно в мир для абсолютного большинства граждан. Появился интернет и этих форточек стало просто невозможно. Если раньше была ограниченная информация и как бы ну а тебе не давали выбора там ты мог только ее получить, то сейчас информации настолько много стало, что большинство людей просто уже не хочет ее никакую получать в принципе. Поэтому многие не пользуются телевизором, потому что им не нужна информация. у них своей жизни очень много. То есть и жизнь стала насыщеннее и быстрее. Все стало быстрее. И вот я считаю, что идеальное телевидение плюс к тому, что сказал Антон, это еще и отсутствие каких-то вообще больших крупных каналов рассчитанных на на всех. Они не нужны вообще в принципе сейчас. Телевидение вот вы правильно сказали, телевидение не может вас подстраивать под себя. То есть они вынуждены наверное с утра нас посмотрят дети, тут наверное домохозяйки, тут в итоге получается ну канал как бы вот я говорю, когда вы пытаетесь удовлетворить всех, вы не удовлетворите никого. Это первый закон рекламщика. Поэтому каналы должны быть целевые, нишевые, по возрасту, по пристрастиям, для путешествий, для релакса вот сделал эфир там, да. То есть я должен знать, что когда я включаю канал, что я получу какую-то определенную нужную мне либо информацию, либо какой-то ну любой контент я вот студентов учу, контент для чего видео, ну вот видео контент предназначен, его главное предназначение это качественное изменение аудитории. На эмоциональном фоне, информационном или еще каком-то аудитория должна измениться. А когда человек смотрит, перелистывает, он не меняется, значит контент не работает. И вот контент будет работать, когда я конкретно за ним буду приходить на конкретный телеканал. Вот вам и идеальное телевидение. Я напомню, роман действительно вообще во всем является, это решает на любом канале, это кадры и уникальность. Если не будет кадров, хоть ты дай, хоть телевидение, хоть газету, никто его читать не будет. Найти надо человека или тот, кто создаст этот интересный продукт, уникальный, который даже, если нет в интернете, а захочет его включить, как в то время в 90-е годы было 600 секунд или в то же самое когда там взгляд или там то. То есть все зависит от отдельных личностей. Если есть личность, есть контент, есть телевидение, и он на этом телевидении работает, вот возьмите даже с этим, как вот случилось к первым каналам, когда ушел этот... Малахов. Малахов. На российский, то есть получается, да, то есть как бы там пришел на другое место, на это же место уже может что-то передача не та. Но потом как-то привыкаешь, уже все так вот. То есть специально уже-то... То есть везде, как и везде, является уникальность просто людей, те, которые создают продукт. Вот дальше, когда вы говорили по кейсам, да, я послушал всех людей. То есть в принципе, вот к нам очень много приходит людей, которые говорят, вот мы хотим сделать эту передачу, вот эту передачу, и рассказывают ту передачу или то, что он где-то видел, но ничего не приносит уникального. Вот таких людей мало. Творцы. был оппонентом, теперь есть хиний. Это для чего делается? Для того, чтобы определенное... Все, уже едут, не надо. То есть для того, нет, не то, чтобы людей можно было направить в определенное... Вы сейчас говорите о том, что как бы мы ни спорили, телевидение в том числе остаются важнейшими ведущими идеологическими инструментами. И никто от них не откажется. В том числе, я сказал. И интернет тоже сейчас является таким же. Как я и предполагал, я поэтому и завершающих слов никаких себе не писал, не придумывал. Точку поставить не удалось. Это очевидно. Многоточие очень жирные и продолжительные получились с помощью наших сегодняшних гостей. С огромными словами благодарности за то, что несколько часов жизни вы выдернули в нашу пользу. Подборные аплодисменты и с надеждой еще встречаться не раз и детализировать. Вот очень много деталей осталось сегодня упущенных, которые на самом деле, если бы мы их раскручивали и пытались дальше по ним прогуляться, что называется, еще, наверное, что-то интересное бы увидели и обозначили. Так вот, аплодисменты. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ